Пневмония закрыла целую школу. Седьмая кадетская школа прекратила образовательную деятельность с 1 декабря. От точного учебного процесса отстранено более 900 детей. Подробности в материале Гульнары Шариповой. Эти коридоры опустили по решению руководства школы. Случаи вне больничной пневмонии начали выявлять у детей в конце ноября. К 1 декабря насчитывалось уже 11 заболевших. После этого и приняли решение приостановить образовательную деятельность. Нам пришлось это сделать для того, чтобы сохранить здоровье здоровых детей, скажем так. И ребята, которые находятся в группе риска, могли поправить свое здоровье. Хочу сказать, что на тот момент в школе, к сожалению, уже было более 20% случаев простудных заболеваний ОРВИ и гриппа. По нормам САМПИНА все показатели для карантина. В начале этого учебного года Роспотребнадзор напомнил условия. Классы или школы изолируются, если гриппом ОРВИ и ковидом заболели в общей сложности не менее 20% детей. Учебный процесс в седьмой школе приостановлен с 1 декабря на 10 дней. В школе заболело больше 10 учащихся. На сегодняшний день больных пневмонии 12 человек. И по нормам САМПИНА мы должны школу закрыть или приостановить учебный процесс. Поэтому в школе сейчас проходят генеральные уборки, проходит дезинфекция. И по возможности сохраняется обучающий процесс. Дистант, как это было в пандемию, организовывать не стали. Но среди педагогов все здоровы и находятся на связи со своими учениками. Жаль, что занятия не проводятся. Действительно, видимо, ситуация со здоровьем детей критическая, что школьников отправили на карантин. Но школьную программу мы не проходим. И дети, сидя дома, выполняя только домашние задания, вряд ли смогут получить те знания, которые бы они смогли получить под контролем учителя, находясь в классах. Но будем стараться. Согласно приказу, дети и учителя не должны быть дистанционно, как это было в период пандемии. Здесь по необходимости ребенок выходит на связь с учителем. В сетевом городе у нас есть рекомендации для самообразования. Есть хороший опыт использования платформы «Сферум». Учителями ведется корректировка тематического планирования. И я надеюсь, мы без проблем сможем восстановить учебный процесс. Решение о временной его приостановке считают правильным в региональном управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день острыми респираторными заболеваниями болеют более 8 тысяч жителей области. Это не превышает средний уровень заболеваемости, но предупредить – всегда лучше, чем лечить, отмечают в ведомстве. Ни один ребенок, у кого наблюдается недомогание, не должны допускаться в школу. Во-первых, это усугубляет их здоровье. Во-вторых, это имеет распространение. Поэтому мы очень призываем всех родителей, всех руководителей быть очень внимательным таким инфекциям, которые имеют распространение воздушно-капельным путем. Вспышки заболевания пневмонией в регионе нет, подчеркивают в ведомстве. Фиксируются лишь отдельные случаи, которые при должной профилактике и останутся... Кульнара Шарипова, Михаил Державин и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.